Как и обещал в прошлом видео, сегодня рассказ о Whisper. Это нейросеть от OpenAI, которая занимается переводом аудиофайлов в текст и которую разработчики выложили в открытый доступ. Установить ее непросто, но и не так сложно, раз уж я смог уложить это в семиминутное видео. Как работает? Берете любой файл, неважно WAV, MP3, видеофайл. Пишите магическое слово Whisper и получаете расшифровку в нескольких форматах. Точнее TXT и несколько форматов субтитров. Сама нейросеть выложена на GitHub, но заходить сюда не обязательно. Разве что посмотреть процент ошибок. У русского достаточно низкий. Русские она понимает хорошо. Поехали. Значит начинаем мы с установки Python. Требует версию не ниже 3.99. Сейчас на сайте 3.11.4 пойдет. Дистрибутивы лежат в Downloads. Вам нужен вот этот. Да, я показываю как это делать в Windows, но в принципе на Mac все примерно так же. Устанавливаем. Вот эту галочку надо только поставить. Все. Советую на каждом этапе перепроверять поставилась ли. Если не заработает, будете знать, на каком этапе произошла ошибка. Ставить придется много. К сожалению, работать придется с командной строкой. Кто вообще не понимает, что это, смотрите мой курс по командной строке и Docker. Вызывается командная строка с сочетанием клавиш Command и английская R. Command — это клавиша со значком Windows. В строке «Выполнить» пишите cmd и в самой командной строке пишите Python. Двойное-вершин. Таким образом вы узнаете версию утилиты и то, что она установлена. Дальше вам нужен PyTorch. Вот здесь выбираете все, как у меня, ну и собственно, как стоит по умолчанию. Единственное, с CUDA я не знаю, не проверял, что происходит на AMD-картах. Возможно, здесь надо выбирать CPU. Но попробуйте сначала CUDA. Если у вас карта GeForce, у вас все отлично. И вам нужно скопировать эту строку без pip3 и в командной строке написать python-m pip и вставить скопированную строку. Ну то есть впоследствии все команды с pip3 заменяйте просто на pip. Все, он сейчас будет качать и устанавливать. Отключаемся. Теперь вам нужен ffmpeg. Это чтобы понимать разные форматы аудио и видеофайлов. Качаем для Windows вот этот btbn. И тут вам нужен вот этот 128 мегабайт. Это можно не проверять, не заработает. Потому что надо указывать пути. Мы еще с этим столкнемся и укажем, но пока сделаем по-другому. Значит так. Если по кнопке пуска нажать правой кнопкой мыши, то появится вот такая штуковина. Очень, кстати, удобная. То есть левая кнопка программы, правая вот такая штука. Тут вам нужна система и дополнительные параметры системы. И здесь переменные среды. А вот path-путь. Зашли и вот указаны пути, которые уже есть. Можно либо указать путь к папке, где у вас лежит ffmpeg, либо добавить ffmpeg в папку, пути к которой уже прописаны. Я добавлю, чтобы все, что касается python, лежало в одном месте и вы не могли это случайно удалить. То есть нужно найти папку, путь к которой прописан здесь. Это тоже непросто. Значит на пути у нас есть юзер, это вы. У вас есть своя папка, которая лежит в папке пользователя. Название совпадает с вашим логином. И тут вам нужна папка appdata, которой нет, потому что она скрыта. Я пользуюсь totalcommander и вам настоятельно рекомендую. Здесь скрытые папки отображаются по нажатию на эту кнопку. Но в проводнике тоже есть возможность отображать скрытые папки. Ищите. Проходим весь путь. Тут указаны два пути, значит можно положить здесь, можно в скрипты. Положим в скрипты. Из скаченного архива, это zip, вам нужно разархивировать вот эти три файла. Они лежат в папке bin. Их нужно приложить в скрипты. Все. Проверяем. ffmpeg. Все нормально. Если такая тарабарщина выскочила, значит все установлено. И последнее, что нам нужно установить гид. Для Windows. Скачали. Установили. Очень много галочек. Оставляйте все по умолчанию. Проверяем. Нет, не установили. Опять же, пути надо прописать. Он у нас лежит сейчас в Program Files. Это надо указать. Опять идем в систему. Дополнительные параметры. Переменные среды. Пути и создать. Причем два пути. Один на папку bin. Копируем путь. Вставляем. Ну или можете руками прописать. У вас путь будет таким же. Если у вас система на диске c. Окей. Второй путь на папку cmd. Все. Проверяем. Надо перезапустить командную строку. Нет. А, окей, надо нажать. Ну да. Вот ведь всего не учтешь. Проверяем. Да. Все готово к установке собственного испа. Но это как раз самое простое. Заходим на гид. Ну или команду оставлю в описании. Вообще, кстати, все ссылки в описании. Копируем вот это. Вставляем в командную строку. Но сначала пишем python-m. И потом уже вставляем. Опять же будет качать. Устанавливать. И все. Как работает? Значит, вам нужна опять командная строка. В ней нужно перейти в папку с файлом, который хотите транскрибировать. Задача не из легких, но можно в проводнике вот здесь набрать cmd. И вы попадете сразу в эту папку. Видите, вот адрес папки. И теперь берем имя файла и пишем wisp. И вставляем имя файла с расширением. Enter. Запустили процесс. Сначала он определяет язык, потом транскрибирует. И выдает несколько текстовых файлов в той же папке, где лежал исходный файл. Их, соответственно, можно редактировать. Даже файл CRT, который добавляет субтитры к видео. И теперь почему Total Commander. Кроме того, что это просто удобно. Здесь, например, командная строка уже болтается внизу. Причем уже в той папке, где вы находитесь. Берем имя файла. Вставляем. Пишем здесь wisp. И получаем то же самое, но быстрее и проще. Таким же образом можно транскрибировать видеофайлы большинства известных форматов. Но в имени файлов не должно быть пробелов. Короткое, но важное примечание. Имя файлов без пробелов. По скорости у меня GeForce 1080 делает на скорости 4.5. Ну то есть 10-минутный ролик делает 2-3 минуты. Все, любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и теплица социальных технологий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...